Война и сегодня это громкий, искренний и волнующий крик, который доносится из прошлого до каждого человека. Относиться к ней с равнодушием едва ли характерно для кого бы то ни было. Уж так он устроен, белорусский народ, со восклицанием, говорящий о цветущей сегодня родной Беларуси и прославляющей ее за рубежом. Что предшествовало новой, сегодняшней истории государства, легко пересказать из учебника, но невозможно представить и ощутить, не увидев собственными глазами и не прочувствовав горечи и скорби роковых сороковых. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны вызывает гордость у потомков. Каждый год белорусы и гости с синекой стремятся попасть в Брестскую крепость. Символ мощной преграды на пути противника. Почтить память ушедших безвременно, ушедших трагически, во имя мира и справедливости. Я-то каждый год приезжаю, а вот боевые друзья, они первый раз в жизни. Волнуемся. Тяжело воспринимаем все то, что было. И так радостно, что вот в Республике Беларусь, в вашем городе, вот такое мероприятие проводится. И мы можем принять сегодня в этом участие. Я считаю, что Беларусь подает пример нашей России и нашей молодежи, как надо защищать свою страну, свою родину, свое Отечество. Героически сражались в этом священном месте. Врага не пропустили, но, к сожалению, силы были неравны. Мы приехали почтить память наших отцов и дедов, которые, как я сказал, стойко бились на этих рубежах, защищая нашу священную родину. Память о войне – живая боль народа. Это общая боль, которая ощутима и бессмертна в сердцах представителей разных национальностей. В Брестской крепости встретились люди разных поколений, чтобы вместе вспомнить о суровых и трагических, великих и героических годах. Сказать свое личное спасибо тем, кто преодолел мощную немецкую атаку и с триумфом победил врага. Все собравшиеся здесь и жители нашего города и Брестской области, и гости, они ощущают одни и те же эмоции. Прежде всего, это память, которую мы должны сохранять. Второе – это, естественно, дань памяти героям, которые защищали наше государство, нашу родину, вот эту землю. Поэтому чувство гордости за тех людей, которые жили в то время. Ну и, конечно, мы рады, что молодежь, много людей приходит и чтит эту память. В митинге реквиями приняли участие представители органов власти Брестской области, ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны, воины-интернационалисты, молодежь, многочисленные гости из Москвы, Омска, Ижевска, Смоленска, Киева, Нижнего Новгорода. Все это лишь подтверждает, насколько едины народы в уважении к своему историческому прошлому. Связь потомков с предшествующим поколением неразрывна. И все потому, что современники бережно хранят память об ушедших героях Великой Отечественной войны. Об этом упомянул глава Бреста Александр Рогачук в обращении к многотысячной аудитории. Историческая память – это святая и незыблемая ценность нашего самосознания. Очень важно, что с каждым годом вместе с ветеранами в крепости все больше молодежи. Буквально вчера вместе с брестскими школьниками несли вахту памяти здесь у вечного огня воспитанники военно-патриотических классов города Побратима Ижевска. С первых часов войны Беларусь стала ареной крупнейших военных сил. В той страшной трагедии, которая длилась 1418 дней, страна потеряла каждого третьего белоруса. Руководство Брестской области, главы делегаций из разных стран возложили цветы к вечному огню. По четыре минуты молчания – жертв фашизма. Советские солдаты, мужественно оборонявших родную землю. Это священная земля белорусская. Народ здесь прекрасный, люди изумительные. И то, что вот делается, это же разнеслось по всему миру, по всей России. И к вам сегодня приехало сюда несколько десятков городов, правильно, на вот данное мероприятие. Это говорит о том, что Беларусь чтит память, помнит своих героев и никогда не забудет. Ну а чувства, вот они, все на мне. Не дай Бог, чтобы у нас это все повторилось. Слава Богу, что организовываются такие великие мероприятия, великие мероприятия. Они требуют огромных сил, эмоциональных усилий. Но по меньшей мере это должно быть, потому что мы люди, мы должны помнить, мы должны нести это все через годы, через века. Это же самое святое место, тем более для нас, для военных, тем более для Смоленщини. Брест, ну, побратим, причем это место, откуда началась наша самая страшная беда. Как говорится, нет в России семьи такой, где бы ни был бы свой герой. А Белоруссия, это же вообще все героини. Те, кто прошел сквозь вихри взорванных снарядов, зловещие и беспощадные языки пламени, испепеляющие все, что было на пути. Кто видел смерти людей, мечтающих о светлом будущем, о любви и счастье, осталось так мало. Но ведь именно они, живые свидетели истории, за все эти годы не смогли забыть кровавую трагедию, изменившую их жизни, миллионы измученных и расстрелянных, сожженных заживо и погребенных в концлагерях, невинных людей. И это лишь часть одного огромного ужаса, который всплывает в памяти каждого ветерана. Едва упомянут грустное и такое всеобъемлющее слово «война». Они уходят все дальше и дальше, огневые сороковые. Но время не властно над болью. Неподдельные эмоции многочисленных зрителей, побывавших на традиционной военно-исторической реконструкции, лишь подтвердили это. После страшной трагедии, когда земля рванула в небо, 76 лет назад в восстановленных после войны городах в мире и спокойствии родилось не одно поколение людей, счастливых и не знающих страха и угрозы, строящих планы на будущее и уверенных в завтрашнем дне. Они, возможно, и беззвучно, но в сердцах благодарны тем, кто подарил им этот завтрашний день. Время перелистывает страницы истории. Сегодня они не имеют трагического оттенка. Жизнь стремительно идет вперед. Многолетний и вместе с тем молодой современный Брест развивается. Не отстают и другие города области. Но берестейцы от мала до велика, чтут память, а значит, знают своих героев.